Вот так выглядит процесс реставрации пластиковых сидений на стадионах. Скажи мне, что у тебя почасовая плата, не говоря о почасовой оплате. Корни игры в классике уходят во времена Римской империи, а сегодня игровые площадки размечают вот так. Думаете, что пора поменять забор на даче? А может, его достаточно просто хорошенько помыть? Если у вас без дела стоят несколько ведер гальки, то можно пустить ее на декорирование. Острый нож, твердая рука и опыт. Вот три составляющих быстрой очистки овощей и фруктов. Нужно разложить мешки, а конвейер только один? На помощь придет этот умелец. В этот раз он разложил шестьсот тридцать мешков, обработав тридцать с половиной тонн. Далее очистка дерева от коры. Далее процесс заделки оконных и плиточных швов. Плиточки дерева от торгового часа. И так далее. И так далее. Миша на нанос。 И так далее. Сразу снова покрылась. И так далее. И так далее. Если не думать о собственном ремонте, то эти кадры здорово расслабляют. Несмотря на сегодняшнее обилие виртуальных кошельков, классический вариант для наличных все равно актуален, особенно если он ручной работы. Продолжение следует... Далее уход за кустами. С помощью триммеров-кусторезов мастера добиваются аккуратной и красивой формы. Переносимся в Австралию. Местный мастер красит крышу. Один вопрос. Почему краска черная, а рубашка мастера белая? Укладка паркета на клей — непростое занятие, так что лучше доверить его опытным мастерам. Быстро залатать старый асфальт можно с помощью вот такого состава. Он состоит из специальных полимеров, не пахнет и застывает всего через 45 минут при температуре в 24 градуса Цельсия. Время клеить обои, и мастер явно знает свое дело. Еще одно решение для починки асфальта — нанесение битумной эмульсии. Держатся ровно две недели, уверен один из пользователей. А вот так работают опытные мойщики окон, особенно приятно, когда удается подобрать инструменты идеально по размеру. Держатся ровно две недели, а вот так работают опытные моищики. Любопытный вариант декорирования стены. Мастер имитирует кожу крокодила. По его словам, такой вариант по силам всем желающим. А вот и оперативное нанесение дорожной разметки командой из трех человек. Этот мастер начал работу прямо перед выходными, и, естественно, ему хочется закончить ее побыстрее. ПВХ-плитка устойчива к износу и сырости, а также проста в уходе. На видео укладка плитки силами мастеров одной из британских компаний. Нужно оперативно покрасить стену? Берите пример. Оказывается, на очистку дверей от старой краски можно было не тратить несколько дней. А вот так делают бордюры. Тоже на секунду вспомнили о том, как режут торт. Однако вдвоем работать явно веселее. Посмотрите, как слаженно действует эта команда. КОНЕЦ КОНЕЦ На экранах реставрация бетонного покрытия. Мастера наносят специальный ремонтно-восстановительный состав, который не только скрывает дефекты, но и обеспечивает дополнительную защиту. КОНЕЦ Снова работа с кожей. Для снятия верхнего слоя используется вот такой инструмент, который называется бивеллер. Что может быть более успокаивающим, чем работа с керамикой? Недаром подобное хобби появилось у многих голливудских звезд. От Брэда Питта до Леонардо Ди Каприо. Ещё одна красивая заливка, пишет автор этого видео. Однако в комментариях уверены, это не так безмятежно, как может показаться. Малярный скотч – настоящее спасение для мастеров кисточек, валиков и пульверизаторов. Самое приятное видео, которое я делал, пишет автор. На очереди выравнивание стен до идеального состояния. Во многих странах бейсбол не особо прижился, но бейсбольные биты неизменно популярны. А вот такой самовыравнивающийся состав используется автором видео для заливки пола. Чтобы убрать пузырьки воздуха из эпоксидной смолы, можно использовать дорогую вакуумную дегазацию или более доступную обработку горелкой. А вот такая отделка позволит дать вторую жизнь самым разным лестницам. У неё есть и название «каменный ковёр». В продолжение каменной темы – процесс облицовки стен. Работы ведутся во французском Провансе. Далее очистка водоёмов в Эстонии. Используется вот такой мини-земснаряд, построенный в единственном экземпляре. На очереди работа с газобетонными блоками. Это прочный, но вместе с тем лёгкий в обработке материал, применяемый и для частных, и для коммерческих проектов. Не менее актуален и пенобетон. Материал не горюч, его не могут повредить грызуны, водопоглощение минимальное, а также нет изменений геометрических размеров. Это идеальный вариант для организации, к примеру, тёплых полов в частном доме. На экранах процесс расчистки лошадиных копыт. Очень важно не переусердствовать. Редактор субтитров А.Семкин Эй, хватит лениться! Пора заряжать мозги! Добро пожаловать на канал Брайн Тайм! Невероятные события прошлого, настоящего и даже будущего! Буйство природы и мира животных, шокирующие факты и неразгаданные тайны. Всё это и многое другое вы найдёте здесь! Подписывайтесь, не пожалеете! По�� interference! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»